На месторождении Кашага намерены запустить новый газоперерабатывающий завод. Старт работы предприятия мощностью в миллиарды кубических метров обсудили на совещании в правительстве под председательством премьера-министра. Алихану Смайлу сообщили, что в настоящее время на месте активно ведется строительно-монтажные работы. Обеспечена бесперебойная поставка оборудования. Запуск запланирован на 2025 год. Кроме того, в рамках ожидаемого увеличения объема добычи нефти на месторождении прорабатывается строительство еще одного крупного газового завода на 4 миллиарда кубических метров. Проект планируется реализовать в два этапа. В заключении глава правительства поручил ускорить подготовительную работу и уже в ближайшее время подписать детальную дорожную карту по новому газовому предприятию. Более 22 тысяч неправительственных организаций запланировано в Казахстане. Пять лет назад их число не доходило и до 16 тысяч. Председатель комитета по делам гражданского общества рассказал о росте гражданских активистов. Все они работают по 17 направлениям. В приоритете – социальная сфера, общественный контроль и экология. Увеличилась и финансовая поддержка альянса. Более 4 миллиардов тенге – такова сумма государственного соцзаказа в текущем году. МИОР через Центры поддержки гражданских инициатив выделяется более 50 грантов на сумму 1,5 миллиарда тенге. Финансовую поддержку готовы оказать США, страны Европейского Союза, международные фонды. Уже в марте, возможно, утвердят грант от посольства Америки. Какие это будут инициативы и сумма финансирования пока неизвестна. Со стороны зарубежных наших партнеров, американской стороны, европейской стороны, есть намерение оказать содействие развитию нашему гражданскому обществу. Но, опять же, их постановка целей и задач в делении денег, она должна основываться на предложениях, которые исходят от гражданского сектора Казахстана. И сейчас вот это одна из уникальных возможностей – скорректировать эти механизмы поддержки в том русле, в котором реальная потребность есть неправительственных организаций Казахстана, чтобы результат этих дней был максимально эффективным. Беларусь завершает создание собственного зенитно-ракетного комплекса. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения. Белорусский лидер отметил, что в прошлом году вооруженные силы страны получили от отечественных производителей 500 единиц новых образцов вооружения техники, возможности беспилотников, например, были продемонстрированы в обозлесновском полигоне в Брестской области. После Александр Лукашенко собрал совещание с силовыми блоками в узком составе. Президент потребовал соблюдение дисциплины в военных подразделениях МВД и КГБ. Предприятие военной промышленности успешно разрабатывает современные образцы вооружения, подчеркнул Александр Лукашенко, белорусская армия оснащена всем необходимым. Все, что нам надо, я имею в виду оружие железа, мы запросто получаем из России. А вот то, что касается микроэлектроники, оптоэлектроники, оптики и прочего, хвала тем, кто сохранил производство, доставшееся нам от Советского Союза. И таким образом вместе с Россией мы можем производить любые типы вооружения. В Баку сдали в эксплуатацию жилой дом для людей с нарушениями зрения и ограничениями возможностями. В нем 132 квартиры. Для будущих жильцов предусмотрены необходимы социальную инфраструктуру. В жилом комплексе есть больницы, школа, магазины, аптеки и кафе. Чтобы получить квартиру в таком доме, нужно встать на учет в местной администрации. В Азербайджане проживают около 600 тысяч людей с ограниченными возможностями. Государство уделяет большое внимание их интеграции в общество. В городах устанавливают тактильные тротуары, переходы и звуковые светофоры. Входы в учреждения и торговые центры оборудуют пандусами. Общественный транспорт становится все более доступным для инвалидов-колясочников. Оттуда готовые списки попадают к нам. Это люди с ограниченными возможностями здоровья, семьи ветеранов. В прошлом году им представили более 450 квартир в новых жилищных комплексах Баку и Абширонского района. Эта программа действует и в других регионах страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова